В Кагалыме завершилось строительство образовательного центра филиала ведущего инженерного вуза России Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проект реализован в соответствии с четырехсторонним соглашением о сотрудничестве между Министерством науки и Высшего образования Российской Федерации, Лукоилом, правительствами Югры и Пермского края. Кагалымский филиал политеха станет частью региональной системы подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли по самым передовым международным стандартам. Югорчане смогут получать образование по востребованным направлениям нефтегазодобывающего сектора, в том числе по геологии, разработке нефтяных и газовых месторождений, бурению и не уезжая из региона. Алексей Ряполов уже почти выпускник восьмой школы. Парень пока точно не определился с выбором факультета, но в будущем видит себя нефтяником и намерен поступить в филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Этот университет меня привлек тем, что я буду получать свое образование под ведущими преподавателями и участниками, которые являются в компании Лукоил. Моя теория и практика будут проходить в моем регионе, в котором я живу и вырос. Главным фактором для меня является 100% трудоустроимость, которую обещают. Что касается обещаний, их 100% выполняют организаторы окружной акции «Счастливый билет». Ее суть в осуществлении желаний учащихся средних и высших учебных заведений округа. В 2023 году удача улыбнулась Ивану Авраменко, студенту филиала Лангипасского политехнического колледжа. Парень мечтал о практике в Покачевнефтегазе. Проходил я в отделе метрологии, тоже направленный на информационную систему отдел. На практике я занимался различным настройкой адаптеров сетевых. И, наверное, самым запоминающимся было программирование радио. То есть радиоустановки и вот программировали ее. День студента объединяет тысячи россиян. Для них организуют концерты, семинары, лекции, квесты и интеллектуальные игры. Так в Лангипасе в Центре по работе с детьми и молодежью «Фортуна» состоялся квиз-зачет для первокурсников Лангипасского политехнического колледжа. Участие принимали 9 команд, в каждой по 5 человек. Студенческая жизнь, известные студенты и знай наших. Это название трех этапов игры. В первых двух раундах по 8 вопросов. В их числе, к примеру, такие. В каком году праздник День студента стал официальным? Или кто из русских известных поэтов не окончил вуз? Я студентка первого курса. Учусь на специальность разработка и эксплуатации нефти и газовых месторождений. С моей группой очень сильно повезло. И каждый день это что-то новое, что-то интересное. Нам нравится участвовать во многих мероприятиях. Мы стараемся по возможности в каждом принять участие. Как говорится, студенческие годы прекраснее нет поры. Об этом не понаслышке знают жители первого нефтяного. Одни вспоминают эти годы с трепетом и теплыми воспоминаниями. А другие только вкушают это время. Из студенчества я запомню, думаю, больше всего этот год. Потому что я являюсь председателем студенческого совета. В этом году мы съездили на ХАТЭ в конкурс, в Москву на выставку ВДНХ. Студенческая жизнь запомнится мне в первую очередь тем, что я участвовал в объединении волонтеров Победы. Помогал людям, которые нуждаются в помощи. И в целом занимался полезными делами. Я сейчас на третьем курсе. На этом курсе пришли преподаватели новые по моей специальности, по электротехнике. С ними всегда приятно поговорить. Они всегда поддерживают и направят в нужное русло. По-моему, самая лучшая часть моей жизни – это студенчество. Я очень много была активисткой, спортсменкой. Пол страны объездила на этих байдарках, на катамаранах. Учеба, конечно, это очень интересно было. Сколько всего нового, интересного, всякие сборы, походы, еще кого-то. Ну, в общем, все интересно было. Конечно, это были самые такие времена, самые веселые, наверное, такие были. Дети у нас учились, студенты. Молодые годы, самые такие незабываемые. История Дня студента началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с Днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества. Валерия Ружицкая при поддержке коллег. Наши города.